По данным исследований ведущих российских сайтов о жилой недвижимости в стране и мир квартир, Казань вошла в топ-10 российских городов по росту цен на квартиры в новостройках. С чем связано повышение цен на новостройки, узнаем в сюжете нашего корреспондента. На протяжении долгого времени Республика Татарстан остается одним из экономических лидеров среди регионов России. Одним из драйверов роста экономики является строительная отрасль. Отметим, что стоимость квадратного метра в строящихся жилых домах в столице Республики Татарстан оценивается в 122 912 рублей. С начала года прирост составил 24,1%. Итак, разберемся, с чем связано повышение цены на новостройки. На рост цен влияет два фактора – это спрос и предложение. Цены на стройматериалы, которые являются основой себестоимости этих квартир, за последний год очень сильно выросли. Например, стоимость металла выросла больше, чем в два раза. Древесина в полтора раза, а также цемент, черепица, отделочные материалы – все это очень сильно выросло на десятки процентов. Соответственно, если растет себестоимость, то будет расти и конечная цена. Если говорить о предложении, то здесь можно отметить следующее. Из-за пандемии доходы граждан снизились, но с другой стороны ипотека для людей стала доступной, что перегрело строительный рынок и привело к тому, что цены начали расти. На эту проблему заострил свое внимание и Владимир Путин на совещании в апреле 2021 года. Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего, на рынке жилищного строительства. Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Когда началась пандемия, вы помните, мы вам докладывали, как меры поддержки, мы все-таки предложили сделать ипотеку для всех желающих в стране по ставке не выше 6,5%. Это решение было оперативно очень принято. И хочу сказать, что она, конечно, принесла колоссальный результат. Также стоит сказать о том, на что влияет завышенная цена на квартиры. Ну, само по себе оно влияет, в первую очередь, именно на социальные факторы, на обеспеченность жильем, в первую очередь, малообеспеченных семей, молодых семей. Это влияет и на, соответственно, желание молодых людей создавать семьи, рожать детей. Если жилье недоступно, то, конечно, и ожидать демографического роста не стоит. С точки зрения экономики, рост цен на жилье приводит к затормаживанию строительства, а также увеличению долговой нагрузки, потому что семьям, которые приобретают жилье в ипотеку, приходится брать кредит во все большем объеме для того, чтобы купить подорожавшую квартиру. Покрывая большие размеры кредитов, платежеспособность граждан снижается, а это плохо сказывается на экономике страны. Поэтому остается надеяться, что рост цен на жилье снизится, или хотя бы сохранится текущая стоимость. Эджемини Баева, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова